Всем привет, дорогие друзья! С вами Илюха Зверю и сейчас я вам покажу 5 фишек, которые вы, возможно, не знали на macOS. Поехали! Сегодня под опытным будет выступать MacBook Air 11 дюймов. И давайте приступим к самой первой фишке. Это эмоции. Без каких-либо установок программы мы можем вызвать значки, эти смайлики, эмоции. К примеру, нам нужно открыть любой ввод текста. Ну, давайте это будет, к примеру, Яндекс строка. Итак, помещаем, пишем «Привет». После этого, чтобы вызвать значки эмоции, нам нужно нажать 3 клавиши. Это Ctrl, Command и пробел. После этого вызывается окошко, в котором мы можем вставить эмоции. Ну, все те же самые, что и у вас на мобильном телефоне или бы на планшете. Закрепим урок, напишем, к примеру, «Зверье». И дальше вставляем наши эмоции. Ctrl, Command, пробел. После этого вызывается окошко, в котором мы можем вставить эмоции. Поехали дальше. Вторая фишка, которую, возможно, мы не знаем, это темный интерфейс. Нам нужно зайти в системные настройки, дальше в основных, и здесь есть галочка. Галочка о том, что сделать в темном строку меню и док. После этого строка, видите, наверху меняется в темный цвет, и, соответственно, то же самое происходит с доком у нас внизу. Но, мне кажется, под определенные темы и фоновые рисунки это будет полезно. Выключаем, идем дальше. Третья фишка, которая, на самом деле, полезная. Чтобы записать экраны вашего мобильного устройства, либо планшета, нам достаточно выключить его по кабелю Lightning. Давайте это и сделаем. Итак, мы просто вставляем. Можно телефон выключить. Сейчас у нас отобразится iTunes. Итак, на данный момент у нас телефон подключен. Мы заходим в QuickTimePlayer. После этого у нас включен экран мобильного телефона. Нажимаем файл, новая видеозапись. И здесь выбираем источником наш не фронтальную камеру, а сам телефон. И смотреть, что происходит. Мы можем начать запись, после чего все происходящее на экране телефона у нас будет записано, ну, iPhone можно закрыть, на компьютере. Можно записать игры и тому подобное. Все. Полезная функция. Дальше уже получившееся видео можно вставить в рамочку, к примеру, iPhone. И все это записано уже с голосом. Отключаем от ноутбука и едем дальше. Четвертая интересная фишка связана с трекпадом, либо отдельным, либо трекпад, который у нас находится на самом ноутбуке. Это подписи. Подписи в письмах. Давайте посмотрим, как это все работает. В почтовой программе создаем новое письмо. Пишем, кому мы хотим, например, отправить. Я хочу отправить себе. И вкладываем сюда любое изображение экрана. Дальше мы нажимаем разметка. И здесь мы можем прикрепить подпись. Можно подписываться с трекпада здесь, можно подписываться с трекпада отдельного. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем здесь, чтобы начать. И смотреть, при помощи обычного трекпада, вот здесь будет прикрепиться подпись. Я, к примеру, могу поставить свою подпись, либо что-то нарисовать. Видите, получилось здесь. Нажимаем клавишу для завершения. После этого у нас подпись будет помещена на наше изображение. И нажимаем готово. Давайте все то же самое, только поближе. Мы нажимаем разметка, открывается изображение, нажимаем подписи. Можем создать новую подпись. Нажимаем и создаем, к примеру, вот такой вот крестик. Опа, создался крестик. Либо, повторюсь, можно расписываться при помощи вот этого трекпада. Пятая и очень полезная функция, которой я сам не знал и хочу с вами поделиться. Это голосовое управление, либо голосовой помощник. Мы тоже самое, пишем письмо, открыли строку поиска, либо чат в Одноклассниках ВКонтакте. Нажимаем, изначально можно запланировать, к примеру. У меня на два раза функции стоит. Мы нажимаем два раза функции. Всем привет, меня зовут Илья, точка. Как у вас дела? Видите, он пишет. Ну, нажимаем готово и все, он заканчивает. Нажимаем два раза FN. Привет, подписчики, точка. Пробел. Как у вас дела? Все ли хорошо? Точка. Смотрим. Привет, подписчики, точка. Как у вас дела? Все ли хорошо? Но здесь забыл я поставить запятую. Вот это вот была пятая фишка, о которой я вам хотел рассказать. Напишите мне в комментариях, было ли вам полезно узнать о таких фишках, какие вы знали, какие вы новые узнали. И, конечно, оценивайте, ждите новых роликов. Всем спасибо и всем пока. С вами был Ирюх Зверев. Субтитры сделал DimaTorzok